Некоторые люди говорят, что в ДракРП проблемно достаточно играть из-за доната, либо из-за того, что сложно пройти на наборную админку, сложно на ней устоять, если какие-то высокие требования. Но я вам скажу, в ДракРП достаточно трудно играть, если ты кому-то уже успел насолить на каком-либо серваке. Без шуток вам говорю, сегодня будет история самой большой демки, которую вы только могли увидеть. Самая большая она не только потому, что она весит в общей сложности 200 гигов, но и потому, сколько там скрыто деталей. Вы, наверное, уже поняли, что одним стоп-кадром тут вряд ли обойдешься, и они будут достаточно емкие. Все это я делаю не для того, чтобы занять какой-то хронометраж, у меня и без них нормально ролики выходят по длительности, а для того, чтобы вы просто понимали, что и как происходит, и в какой хронологии. Если вы зашли сюда в надежде какие-нибудь новые фразы для своих листочков переписать, или вам очень нравится, как люди ругаются, или же как автор кого-то оскорбляет, то это видео, я вас заранее предупреждаю, не для вас. Мне это тупо неинтересно. Нарушители в гаррисмоде с каждым роликом таким становятся все более скудоумные и пресные, и потому все эти тезисы про войсмод и разбор свои жалобы напрочь отбивают желание с ними как-то разбираться, тем более сраться, чтобы они далее после этого не говорили. Сегодня будут онли-факты, демки и разборы того, что произошло. Но, естественно, перед этим мы зайдем издалека и просто понаблюдаем за обычной игрой. Там я что-то застраивал, возможно, вам там тоже что-то расскажу. И постепенно мы перейдем к основному блоку событий, о котором я говорил о себе в Телеграме, поэтому подписывайтесь туда по ссылке. А пока мы начинаем. Ладненько, ладненько. Учтем, учтем этот моментик, хорошо. А сейчас-то что не так, собственно? Я просто немного не понял. Лицонгстанер, встаньте, пожалуйста. Один, два. Встаньте, лицонгстанер. У вас лицензия имеется. На что? Что? На что лицензия? Кстати, чуть не забыл вам рассказать о том, что есть такой сервис Купи Год. А в Стиме уже стартовала весенняя распродажа и скидки на игры доходят до 75%. Поэтому сейчас лучшее время, чтобы пополнить свой Стим-аккаунт и сделать это выгодно. Здесь вы можете быстро пополнить свой Стим, а главное сделать это выгодно, благодаря самой низкой комиссии на рынке. Пополнение происходит быстро, дешево и безопасно, ведь от тебя нужен только логин аккаунта. А по моему промокоду из описания комиссия снижается на 2% и дает скидку 10% на покупки игр гифтом. Еще сейчас действует акция с уникальным промокодом, который снижает комиссию на первое пополнение до 10%. И самое главное это вне зависимости от суммы, которую ты хочешь пополнить. Купи Код это не просто сервис пополнения счета, а целая игровая экосистема, где вы можете формировать комьюнити, а также принимать участие в розыгрышах. Кстати, об одном из них прямо сейчас проходит конкурс Купили Арт, где за пополнение счета вы можете получить реально крутые призы, начиная с игровых девайсов, заканчивая целым стимдеком или же новой RTX. Пополнять можно и казахстанские аккаунты в тенге, а также в долларах. Если тебе нравится какая-то игра, которая недоступна в России, то есть специальный раздел «Недоступные в РФ», где ты можешь найти любую игру, которая тебя заинтересует. Поэтому переходи в описание, копируй промо и пополняй свой стим удобнее и выгоднее с Купи Кодом. Акс 47 спасли. Какой спасли? Акс 47 спасли. У вас лицензия имеется, я вам еще... На что? Ты у меня что-то в руках увидел? Я у вас еще раз спрашиваю. Лицензия имеется? На что? Ты у меня увидел что-то в руках или как? Панон РП тут не работает. Почему ты меня вообще решил проверить? Я не могу понять. Ни качей, ни хера нету. Меня обыскал полицейский, как только я вышел со спавна и потом посадил меня в тюрьму за то, что у меня нету лицензии на оружие. Но у меня вопрос. Какая была обоснованная причина для того, чтобы меня обыскивать, как только я выхожу со спавна? Вы скажете, у тебя дом обыскивает? И он тебя узнал. Ну да, вот прям так узнал, когда я только-только вышел с вокзала и у меня уже началась, понимаете, новая жизнь. Я могу просто посмотреть, понаблюдать, как ломают мой дом и потом после рейда я уже туда могу прийти спустя 3 или 5 минут. Поскольку обыск был целиком и полностью необоснованный, а значит то, что за время обыска произошло, то, что он нашел оружие, то, что я ему там что-то еще не ответил, это все, скорее всего, по-хорошему нужно откатить. Справедливости ради стоит добавить, то, что если вы собираетесь играть на серваке, у вас будет какое-то донатное здесь оружие, то у вас его при первом же обыске найдут, и если не будет лицензии, у вас будет обоснованный срок в тюрьме за нелегал. Ну а я же пока что подаю жалобу на этого полицейского за нон-рп и фричек, потому что причины обыска не было. Меня проверили без комендантского часа, просто так, как только я вышел со спавна. Наверное, полицейский, я не знаю, кто это точно был, но это был вроде полицмен. Вот, вот. Но я это даже в руках не держал, я только со спавна вышел, меня тут же ставят лицом к стене зачем-то, почему-то я так и не понял. Мне толком даже причину обыска не назвали. Причина ареста. Причина ареста у меня якобы нет лицензии на оружие, которое он у меня нашел обыском. Еее! Все правильно, но то, что просто так поставил, сейчас разберемся. Но я не против того, что у меня там лицензии нет, я в тюрьме должен сидеть, но просто изначально за что меня поставили? Ник у него, сейчас скажу, Макомли. Вот у меня ничего буквально не произошло, я со спавна вышел, и меня тут же ставят обыскивать, я так и не понял, что такое. Мне кажется, что там был комчас, поэтому я тебя поставил лицом в сне, когда я увидел, что комчаса нет, я тебя просто решил искать, и все. Не, кача уже не было. Ну тогда прости, извиняюсь. Не, бан, я же тебя спрашивал, по какой ты причине меня обыскиваешь вообще, что я сделал такого? Ты мне так и не ответил, заигнорил, просто спамил. Я не слышал, возможно, у тебя там восьмот пролагал. Да, но невозможно, чтобы он каждый раз, как я тебе один и тот же вопрос задаю, пролагивал, а сейчас ты хорошо слышишь. Нет, мне, ты мне не один и тот же вопрос задаю. Ну вот, ну не хочет слушать, просто спамит одно и то же, лицензия есть лицом к стене, но... НРП плюс фричин. Можешь меня тогда вернуть, а уже потом наказание выдашь? Спасибо. Так, теперь почему оно замыкает? Я не понимаю немного. Может где-то здесь? Как же я тогда идеально ставил ее? Не взрывалась ни хера. Вот мне бы пролететь в ноуклипе, глянуть. А это замаскированный прототип кустарного умного дома, который не сделан в виде какой-нибудь заминированной стены или же колонны. Радиус взрыва и поражения у него тоже куда ниже, но он находится в очень удобном месте. Он находится сверху игроков, которые заходят ко мне в здание. Одна из известных проблем умного дома, которую вы могли заметить на роликах, но особо не придавали ей значения, это то, что она, скорее всего, часто задевала невиновных людей. Да, есть такое исключение, которое говорит о том, что если во время перестрелки, рейда, какой-то челик был случайно бахнут кем-то из участвующих, то это фрикелом или же РДМом не будет. Но есть все равно такой один минус, а именно оповещение в чате о том, что какой-то игрок походу РДМит. Поскольку мы нашу оборону пытаемся превратить в волка в овечьей шкуре, нам лишнее внимание, особенно от админов, которые любят залетать в постройки и провоцировать взрывы, ну, не нужно совсем. И поэтому я делаю небольшую кладку мин на выходе из своей квартиры. Почему на выходе? Ну, во-первых, тут стоит хорошенький ФД, и какому-нибудь недоброжелателю просто так оттуда не выбраться, потому что ПРП сработает система обороны, и она закроет автоматически все двери. Придется ее просто взламывать кей под крякером. А пока он взламывает кей под крякером, у нас есть куча времени для того, чтобы активировать мины, достать оружие, начать перестрелку и тут же ее закончить. Тем более, если от этих врагов будет стоять пачка неподалеку, то, скорее всего, даже оружие доставать не придется. А как же быть с теми, кто к тебе приходит якобы купить оружие, а потом вываливает свою даблбару прямо через кассу и угрожает тебе? На этом сервере достаточно легко, потому что можно переводить деньги через телефон. Просто узнаем, какое оружие нужно продать, продаем, получаем бабло и быстренько выносим купленное нами оружие челику и забегаем обратно за стену. Там он нам не будет ничем угрожать, главное просто успеть все сделать быстро. Очко жмется, ребята. Жмется сильнее. Еще сильнее. И еще сильнее. Так, стоп, а я могу какой-нибудь там условный ящик положить на проб? Не, не могу. О, прикол. Ну ладно. Ээээ, отдайте! Я дошутился в своих старых нарезках стрима, когда там якобы у меня упал ящик с оружием. Мне теперь никто не поверит. Чтобы вы понимали, я когда нарезки стрима старые делал, там на стриме ребята постоянно быстренько помогали мне устроить такую вакханалию, знаете, в админ-зоне. Я прошу админа там помочь мне найти ящик с оружием, который я передал на жалобе другому игроку, но он упал под карту. И это случилось со мной. Я думал такое, но невозможно. Я потому такую херню и выдумал. Ну, потому что нигде такого не было. Оказывается, бывает. Самый лучший магазин оружия. Да, давайте я зайду. Что у вас есть? Есть XM. Самый лучший магазин оружия может вам предложить самое лучшее оружие, которое вы когда-либо видели. А у вас есть XM1488? Такого, к сожалению, нету, но есть M3 Super90. А M3 Super90? Давайте коробочку. Сколько стоит? Коробка M3 Super90 обойдется вам в 100 тысяч. Переводите или же давайте наличкой, как удобно. Многовато. Ну, окей, тогда от нашего магазина вас ждет небольшой подарок. Вот так вот, да. Потому мы самые лучшие. Все было потихоньку, и я продавал небольшие партии оружия. И небольшие, это даже не критично, это лучше, чем ничего. Тем более на Дарк РП, когда у каждого второго есть донатный ствол. За это время кто только не заходил. И полиция, и наемники, и ФБР в маскировке в надежде выведать, если у меня лицензия на торговлю. И за это время никто не пытался ограбить меня, зарейдить магазин, ну или же просто как-то помешать развитию моего бизнеса РП путем. Еще мне на руку сыграли постоянные перемены во власти и дыры в законах, которыми я успешно пользовался. Ведь дело в том, что мэра убивали буквально по КД. Только он стал на пост мэра, только он начинает комендантский час. Он даже не успевает прописать нормально законы, как его тут же кто-то убивает. Ладно, был один мэр, который ушел по своей воле. И это, если честно, вообще за всю историю Дарк РП, что я снимаю, играю впервые, я такое вижу. В общем, вечер пророчил быть достаточно комфортным и просто спокойным для игры. Я думал, реально какой-нибудь небольшой видосик запишу по торговле. Но потом случилось вот что. Ко мне в магазин пожаловали два ФБРа в маскировке. А где продавец, собственно? Я здесь, я просто немного занят. Если что, вы спрашивайте. Я вам отвечу, я просто на складе тут разбираюсь, ребят. Да, с ней, я бы хотел бы оружие для самообороны купить. А то меня все обижают. Для самообороны? Хорошо. А какое конкретно вы бы хотели? Пистолетик какой-нибудь, не знаю, но... Сейчас я смотрю тут по коробкам. У меня есть на складе в данный момент Desert Eagle и Glock. Да, какая у них цена? Desert Eagle обойдется в 60 тысяч, а Glock в 35. Ой, как дорого. Сейчас вспомню. Люди доброго, если найдется 35 тысяч, ладно. Это, 35 тысяч нашлось. Хорошо, хорошо. Переводите по QR-коду. А где QR-код? Я его не видел. А, вот увидел. Да, 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 вот. Он на фигурке на этой, как раз таки, да. Так, некий warning, верно? Некий warning, да? Да, да, все верно, переводите. Перевел. Угу. Так, сейчас достану. Нахера тебе, Glock? Не знаю, тебе зачем. Уберите оружие. Уберите оружие. Откройте дверь. Уберите оружие. Я вызываю полицию сейчас. Так, откройте дверь. Я вызываю полицию. Ну, вызывайте, вызывайте. Размут словим, падла. О, не динцы. Что, что такое размут? Не понял. На рацию выйди. Сейчас, вам, мама, ты мне купи ее сначала, чтобы я на нее вышел. Хей. Она у тебя есть. У меня нет никакой рации. Рацию мне купи. Я вызвал полицию по причине стрельба. Помогите, эти два человека у меня начали стрелять в магазине. Лицом к стене, лицом к стене. Лицом к стене встали, лицом к стене. Оба начали стрелять в магазине. Вот взрывать не нужно. Взрывать не нужно, ребят. Отойдите от двери. Че взорвалось? Вот он начал стрелять у меня в магазине. И другой такой крупный мужичок. Я закрыл пока что двери, не выбивайте, чтобы лишние люди сюда не заходили. Дело в том, что этот человек зашел ко мне в магазин, приобрел оружие и зачем-то начал стрелять по другому гражданскому. Какое имя? Еще раз повторите. Неадекватно поведение полицейского. Надо его уволить и арестовать. Ну, блять, либо уволить, либо арестовать. Тут одно из двух. Волить. Я пойду до свидания. Это звук С4, который только что заложили. Я не просто так обращаю на это внимание уже второй раз. Потому что, когда полицейские зашли, кто-то решил с улицы поставить С4 просто так. И по-любому не являлся полицией. Затем, под конец разбора полетов с этими ребятами, кто-то снова поставил С4. И тоже просто так. Когда я снимал это все в тот момент, я думал, что кто-то просто из полицейских поставил С4 для того, чтобы убрать пропы, которые мешают пройти. Хотя и в этом тоже необходимости не было, ведь я открывал и закрывал двери вовремя. А по итогу, из-за второго взрыва Сишки, я просто так теряю. И время потрачено на постройку, и саму постройку. Обидно было немного, что столько времени потратил, и за какой-то фигни у тебя слетает вся постройка. Ну, думаю, фигня случается. Думал сначала взять другую профессию погонять. Ну, как же хорошо, что я остался на этой же профессии и делать этот же дом. В конце-то концов, ребята ж не специально, наверное, это сделали, да? Уволим его давайте. Блядь, сверху пидор был, сверху пидор, валите. Блядь! А куда все пропало? А куда моя постройка-то пропала? Почему ничего не сделали? Я не знаю, кто-то на вас С4 налепил. Это Сишка была. Круто. Класс. Что, нельзя было сделать, чтобы она просто урон наносила людям и выбивала пропы? В чем прикол тогда? Зачем таран? Блеск. Тяжелый люкс, ребята. Вот это вот мне сейчас все удалять. Пропов нету буквально. Но в памяти того, что я делал через отмену, они удаляются. Я знаю, кто это сделал, но я говорить не буду. А почему это договорить не будешь? А потому что не хочу. Хотя бы так, блядь. Ладно, пойдем. Тазик в сраты поставить, блядь. Вот таких жестких фейлов у меня еще не было. Лицензия 5000. Окей. Теперь в этом городе не только бандиты 5к на пол просят, но и мэр. Я также потихоньку продаю свое оружие. И иногда нелегкое заносит ко мне разного рода ситуации, а также людей, которые в них участвуют. В следующем фрагменте, вот, например, ко мне забежал преследуемый преступник, чтобы попытаться спрятаться у меня в магазине. Но ничего из этого не вышло, и какой-то другой челик решил поиграть в Робин Гуд, отдостав оружие в моем магазине, что нежелательно. Помимо этого, прошу обратить внимание на то, что я также там умирал от своих мин, когда пытался настраивать умный дом, а также меня убивали по заказу. В общем, все, как и у обычного Дарк РП игрока. Помогите! 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 А сейчас человека задержат, и, если что, я вам передам. Выйдите, пожалуйста, отсюда. Вы что, неадекватны? Может, тут не надо людей вязать в магазине? Вот, ваши оружие. Спасибо. Открывай! Бери оружие! Откроете, пожалуйста. Я вызываю полицию. Ну не, убери оружие. Хорошо, ты мне просто... Хорошо, я иду. Мне безумно интересно, что же возле моего магазина забыл полицейский, на которого прикрепили С4. И как раз таки человек, который прикрепил С4 к нему, стоит неподалеку и наблюдает за этим. То есть он не идет в какое-нибудь безлюдное закрытое место, чтобы минимизировать потери от взрыва, чтобы никто не пострадал, он не прыгает в воду, чтобы хоть как-то подавить взрывную волну, ну хотя бы по РП, да? Нет, он просто идет в вооружейный магазин. В этот момент мне эта ситуация показалась уже достаточно странной, но недостаточно интересной для того, чтобы открывать логи, тратить свое время на разбор всего того, что они сделали, как, почему, когда и зачем. Капец. А зачем ты ставишь? Что за херня? Я? Да, вот конкретно ты. Ты что, угораешь? К тебе чел прибежал с С4 на голове. Если это реально, вот он делает, для чего? Просто мне интересно всего лишь. После этого взрыва, а также еще одного заказного килла, я уже понял, что это делается намеренно, то есть они осознанно берут и вот так вот портят игровой процесс какому-то игроку. Кстати, чтобы вы понимали, из этой компании троих челиков двое постоянно делали на меня заказы. Один делает заказ, второй его выполняет. Ну вот какой выблядок это делает? Если ты опять скажешь, что это я, то я просто, не знаю, застрелюсь. Бля, это пиздец какой-то, чё я им сделал? Ммм, ебать, а чё они меня постоянно заказывают? NN Goose, NN Grouper. Пиздец, а чё я им сделал такого? Да, это наборный модер, донатный овнер. Давайте сначала логи откроем. Логс, Маккомли. Блядь, я понял, чё он взъелся на меня, это пиздец. Я понял. Вот, Маккомли. Так, Маккомли кейс. Так, Маккомли кейс. Получается, ну, ключи, в смысле он держал в руке. NN Grouper. Потом еще. Опять он, вон, последний раз бахнул. И меня потом убивают, вот, смотрите, ребят, вот, я вам сейчас просто покажу. Это, это карусель ебаных заказов. Они постоянно меня одного заказывают, и только на меня одного делают эти заказы всратые. Полчаса уже так. Меня только убили, через минуту меня уже снова заказывают и убивают опять. Они берут вдвоем, заказывают меня, вы понимаете? Вот, 10.57, меня он один заказывает, потом меня второй заказывает. И я вроде то ли сдох, то ли еще что-то, да? Правда, я не припомню уже сам. Но, затем, после заказа вот этого 11.01, ну, уже считайте 2 минуты, через 40 секунд меня нахуй убивает уже вот этот его кореш. Затем, в 21 минуту меня заказывают и убивают через 5 минут. Блядь, он сам заказал меня, сам выполнил заказ. Потом он берет меня, в 34 минуты заказывает, и через минуту меня тут же убивает его челик. Причем они выносят базу специально. Ебать. Бля, они пытаются слить меня с сервака, за что? Че я сделал? В бан один раз откинул, долбоеба? Или, или что? Просто других причин я не знаю. У меня такое ощущение, что он взъелся из-за бана на 10 или там 20 чем-то у него минут вышло. Он прям обозлился, как будто на это. Только я не понял, почему? Зачем? Время позднее, я решил в один заход пересмотреть все, что я б она записывал за все это время. А материала там около 3-4 часов игры. Если бы я уделял внимание этому с самого начала, то пересматривать бы не пришлось. Я бы это все просто запомнил, отложил бы у себя в голове. И просто-напросто где-то на 3 или 2 мине я бы уже начал с этим разбираться. Таким образом, я сделал с самого начала дурачкам поблажку, чтобы они после первых двух раз, как они ставили мину, просто-напросто отцепились и перестали заниматься херней. Но почему-то это их не остановило. А теперь давайте полностью пересмотрим демку и посмотрим ключевые моменты. Вот я вам сейчас покажу, ребята. На маленьком мониторчике, ну да ладно. Вот здесь НРП у человека. Он за мента, будучи, берет так вот, выпуливает обойму в челика. Они оба менты, кстати говоря, да. Здесь я уже делаю вызов. Где-то тут приходит полиция, забегает этот челик, который мне сишки ставит. И он выбил тараном, все нормально, нету необходимости вообще ставить сишку, понимаете. Оба начали стрелять в магазине. Стоп, а у меня же есть чекер какой-нибудь. Кипад чекер. Не, нету. Сука, и никто ответить не может. Вот, стоп. А логи? Они там сидят в дискорде пиздят. Ну окей, хорошо. Заказы. Опа! Варнин. Ака я поставил си 4. 10.40? А сколько там времени? Оказалось, что первые две сишки поставили вовсе не ребята из этой компании, а другой игрок, который был наборным админом. За что? Почему? Зачем? Я так и не понял тоже. На этом серваке есть правило, которое запрещает ставить си 4 без объективной причины, например, ставить на игроков или же на постройки, которые вы не рейдите. Каждое нарушение этого равняется нон-рп, и также каждое правило нарушенное стакается, а значит у этого челика уже два раза нарушено нон-рп. Еще есть такое правило, которое запрещает вам деструктивно влиять на игру, мешать игрокам постоянно как-то развиваться, или же просто проводить время на серваке, что этот админ как раз таки и сделал, дважды нарушив это нон-рп. За нарушение этого правила также идёт на НРП, итого у него уже 3 РП правила нарушенных. А что значит для админа наборного нарушить на этом серваке 3 РП правила за сутки? Правильно, нарушение админа Буза, которая прямо говорит о том, что если ты 3 раза нарушаешь РП правила, то у тебя будет плюс ВАРН. Для наборки вместо бана выдаётся ВАРН. Кто это такой вообще? Хэд админ на Индианэр... По времени совпадает первая осишка 2239, я вам сейчас вот так покажу, наверное. О, 2239 и 2240, ещё одна сишка ставится. Уволим его давайте. Блять, сверху пидор был, сверху пидор, валите! И тут как раз на кого-то реагирует уже другой полицейский. Теория о том, что чел, который был за углом вот здесь вот, отпадает. Потому что по этому времени единственная С4, которая была поставлена на мой проб, это С4 от Акаио игрока. Получается, я сейчас это всё сделаю. Подождите, убийство, заказы... Блять, мне никогда так интересно не было с этой хуйней разбираться. Заказы. Физган, толган, репорт, рейд, урон. Вот рейды. Два раза поставил Сишку на игрока. 11.35 и 11.29. Но эти Сишки, понимаете, прикол в чём? Эти Сишки, если не ошибаюсь, они задевали нормально так постройки мои, да? Вот это мне очень сейчас интересно будет. 11 секунды не учитываем, потому что здесь на самом худе не идёт подсчёт секунд. 11.29. Вот, я, получается, ошибся, что это он поставил в эти два раза Сишку. Он говорит, он знал, кто это поставил. И так ничего не сделал. И, понимаете, его ничего не смутило. Он специально пошёл к этой постройке. Пипец. 23.29. Это мина была Сишка от Маккомли. Он на игрока её поставил. В 11.35, ну, в 23.35. Он поставил её ещё раз. Маккомли 1.1.7. Плюс ещё что, подождите, правило С4 на игроков. Делаем вот такие незамысловатые заметочки внутри Вегаса, чтобы вообще ничего не упускать по мере просмотра этой демки. И понимаем, что у нас тут идут несколько разных нарушений, и наказания будут не у каждого одинаковые, типа перманентные баны, снятия и так далее. У кого-то выйдет 20 минут, у кого-то несколько дней, у кого-то пару дней, у кого-то просто снятия. Но итог остаётся один. Никто не останется незамеченным. Я пересмотрел и понял, что это ставил он. Далее закидываем второй материал. Ноуты у меня сохранены. Я потом, как загрузится, сохраню ещё раз. Стоп. Кто-то забежал с С4. ННД ГУС. Стоп, а чё там было? Да, на нём была С4. И он снова убивает его. Х2 вот так. И Х2 вот так. Он два раза ставит С4 просто так, чтобы испортить игру и сломать постройку, да? Вот сейчас увидите, я поставлю, когда объясню. Два раза он за этот момент убивает челиков и ломает постройку, чтобы сломать игру, испортить точнее. Это уже рецидив. Только я не понимаю смысл того, что он делал. Вот так вот чекать, просто смотреть ролик, вы, скорее всего, не заметите. Но! Есть прикол. Он подходит вот так, становится специально сюда. И у него просто на морде уже сишка. У него на морде сишка. Я провёл своё независимое расследование. И понял, что это просто намеренный руин игры. И причём, ННД Гус, если не ошибаюсь. Я демку эту разобрал, выделил основные моменты. И сейчас у вас на экранах весь список нарушений слева вверху. Но к этому моменту уже двое из этих четырёх ливнули, а двое остались. И пришлось мне разбираться с теми, с кем получилось бы разобраться. Ну, не поднимать же мне человека посреди его сна и говорить, вставай, мне нужно срочно дать тебе в рот. Дважды препятствуешь игре намеренно. Ты ставишь с четырёх. На человека. Чтобы он прибежал и взорвал дом. Я-то тут причём, я человека просто на голову поставил в С4. Он-то делает, что хочешь с ней. Он может побежать, куда хочет мне дочь. Но почему-то он постоянно бежал в одно и тоже не так. Если не как разговаривал, если не поставить, я поставил в чём проблема. Во второй раз я ему сказал, чтобы он не бежал на тебя. Он побежал. Что один, что второй? Не, ну подожди, ну, всё же. Человек. Я же ему сказал не бежать во второй раз. Но ты меня, наверное, слушать не будешь, да, Артур? За хз спорно. Я так понимаю, звать вообще никого нет смысла. У тебя рецидив. Ну я бы поспорил. Смысл, думаю, не имеется вообще. Но ты не потянешь. Ну да, да. Ну да, ну да. Конечно. Конечно. Конечно, блядь. Я пойду к тебе во второй раз. В первый раз-то я вообще не знал, что он делать-то будет. Просто попросил наклеить. В первый раз-то у него не получилось. В второй раз он меня попросил наклеить. Я ему сказал, не иди, пожалуйста. Смысл с тобой разговаривать есть, или ты меня не слушаешь вообще? Даем форму админу повыше, которым может выдать рецидив, и ждем его бана. Но оказалось так, что он тут же разбанился, потому что у него есть бонусные бабки за промокодики. Но меня этот расклад мало устраивает, и я попросил забанить его без возможности захода на сервак, равно невозможность купить себе разбан. То есть сидеть он за рецидив будет неделю. Он не сможет, будучи на серваке, купить себе за промокодики разбанщик и пойти играть дальше. Поэтому пока вы смотрите это видео, он скорее всего либо сидит в бане, пахныкивая о том, что его просто так забанили, либо он отвалил куда большую сумму за свою тупость и разбан, который стоит наверняка дороже, чем тот разбан, который продается в донат-меню. Первый гандонат полетел. Так я у тебя спрашиваю, при чем у меня на НРП? Так он... Ты мне пытаешься приписать нарушения, за которые я не знаю, какие ты мне пытаешься приписать. Мне вот просто очень сильно интересно, за какие же ты мне нарушения хочешь приписать. Окей, я объясню один раз. Один. Неадекватное использование оружия, будучи госом в маскировке. Это оружие твои тебя касалось? Два и три НРП специально прибежал с четырех... Я объяснил. Даю форму. Даю форму. Чем, чем, чем я тебе помешал, если я к тебе нахату даже не бегал с и четыре? ННВ гусь тебе бегал. Три НРП. Почему ты и пытаешься на чужое нарушение приписать? Вот он уже и друга сдает. Один 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 плюс один один икс два. Ну типа кое-что объясни мне, пожалуйста, нормально. Нет, зачем ты мне нормально? Ты мне расскажи, пожалуйста. Действительно, а ты ничем не помешал с Сишкой. Один двадцать два. Даю три минуты. Даю три минуты. Ну вот так три минуты ты мне объяснишь или нет, или ты меня игнорировать будешь? А нет. Шесть. Нинут. Там ровно столько. Через сколько время ведет? Бан из ТЕЕМ нижнее подчеркивает. Время пошло. Ебаж бандовой. У тебя форма неправильная. Уйди. Уйди. Почему я должен уходить? На слух глухой или что? Тебе сказали по-русски. Уйди. Или ты языка не понимаешь. Ты что, слепой, блять? Ох ты, блять. Тебе наборный админ написал до этого в админчат. Ты должен писать бать свои, это, стимодельные. Я без сопливых вроде тебя разберусь, какую мне форму писать. И теперь съебись нахуй отсюда, либо у тебя будет помеха о разборке. Давай. Где помеха? Помеха в том, что ты меня сейчас отвлекаешь от очень важного дела. У тебя админобус, разбор свои жалобы, это прекрасно в правилах прописано. Наборный, ты не наборный. Мне как-то по боку. То, что у тебя может быть там рутка есть, не рутка. То, что ты потом куратором становишься, понимаешь? Мне как-то по боку. То, что ты не разговариваешь и не пытаешься как-то разбирать жалобу, мне тоже как-то похер. Разбирать жалобу? Охуеть. У тебя нарушено 1,5 правила администрации, разбор свои жалобы. Если интересно, можешь открыть, почитать. 1,26. Вот когда я ему написал? Также у тебя нарушена правильность выдачи блокировки. Форма уже верная. Форма уже верная. Пиши. Ну, форма верная, неверная. Написал. Я себе впишу, я говорю, давай себе слухи. 22. 22 минуты. Минута осталась. Минута осталась. Ну, хорошо, минута осталась, как 10 секунд будет. Я же тебе услугу оказываю, у тебя не будет сейчас отказаться. Ты уведоми меня, когда 10 секунд останется, окей? Я отдавал 6 минут. Время вышло. Время вышло. Я поржу, если ты жалкая пародия. Даня Скрипач. Ну, ты очень сильно поржу. Ну, это разве человек, ребят? Я ему давал времени достаточно. У него теперь еще не выдача себе наказания. Второй тоже посидел, повозмущался, что у меня якобы разбор свои жалобы, повозмущался на козлов ютуберов, то, что ему все равно, на то, что вот, ты ютубер, у тебя разбор свои жалобы все равно, выдавай себе сутки бана. Но все равно потом затерпел и выдал себе заслуженное наказание. Остались еще двое. На самом деле, интересного тут уже становится мало. Третий тоже, как и второй, затерпел и тоже выдал себе наказание. Но у него, помимо того, что он нарушил эти три РП правила, идет один варн. И из-за того, что он нарушил админа бус правила, по другому правилу у него еще один варн. А это уже выходит как снятие с админки. Четвертый же вообще не заходил в игру. И ему, я не знаю, возможно, кто-то сказал, что вот, сейчас тут уже начинают давать пиздюля всем, кто в этом вчера участвовал. И он, может быть, поэтому не заходил. Может, у него какие-то дела. Я хрен его знает на самом деле. Но факт остается фактом. Все четверо получили пизды. Наборные админы получили свои варны. Один из наборных админов снят с привилегии. А другие улетели за рецидив и админа бус. Так, а ну-ка, сейчас мы посмотрим кое-что еще. Что-то там были логи какие-то по заказикам, да? А интересно, этот зайдет или нет? Я просто его не вижу на серваке. Не, его нету. Этот так и не зашел, Челли? Я могу позвать. Подожди, стоп, это же наборка была. Да, и то наборка. Один двенадцать четыре адм. Один двенадцать четыре. Один двенадцать четыре, блядь. Запрещено за употреблять свои привилегии для помощи друзьям. А, стоп, снисходительно относиться к нарушениям тоже, да. Вот это вот, это вот, как пример. Значит, НРП, Х2, плюс один шесть. А, все? Почему не работаете, е-мое? Ну так, они же бегали вдвоем, руинили? Нет, втроем. А, и что? Ну вот смотри, один нарушает его друг, но НРП. Да не там все НРП нарушают, по факту. Один один семь, один один один, и просто НРП. А, типа он не реагирует. Ну да, он ничем не делает. Я вот о чем. Все, ВАРН. А, блядь, он же наборный, ему вроде не выдается бан. А, за место бана выдается ВАРН. При нарушении ВАРН, да. Вот так вот. Вчера ко мне сейчас, ну не сейчас, админ подлетал, мы разобрались, в итоге два ИСТ я нарушил. Нет, там немного по-другому. Я отъюнул себя по-другому правилам, по его форме. Сейчас послушай. Мы берем в учет, то что в квадратных скобках жирным шрифтом при нарушении админобус правил наборными, за место бана выдается ВАРН. Ну, за место бана выдается ВАРН, там написано. Я тебе выдал. Ты наборный. У тебя два АДМа. Я тебе вместо бана на два дня выдал два ВАРНа. А за что мне бан на два дня? Еще раз. Два АДМа. Каких АДМа? АДМа. Админобус. Ну, погоди, а второе какое? Один-одиннадцать. Тебя пусти. Один-одиннадцать. Чтобы ты меня исполнил. Блядь. Это ведь Девок там. Подожди секунду. Раскидывает. Я крутил один мод, чтобы его отпустить. Где там эта такая осталась? Вы лучше тогда давайте с ним разберитесь, а то я просто сижу, не то чтобы время трачу, а я быстрее сяду, быстрее смонтирую и выложу. Начало 3 из 3 ВАРНа. А что за этим? Все, ВАРН тоже, я просто не вижу в чате. Да. Ну и отлично. Все заебись. А кто такой Витек, который под конец залетел на жалобу? Я вам пока не могу рассказать, но могу показать фрагмент жалобы, которую он принял у меня. У меня РП-идея появилась. Надо у админа узнать, можно или нет? О, вот как раз то, что надо. Здравствуйте. У меня вопросик есть касаемо РП-идеи. Я хочу стать опытным бандитом или главой бандитов. Меня нормально слышно? Да. Не тебя свалят. Я просто... Хорошо, я тебе просто в палубу пройдет, а вы задумываете вопрос. Я хочу сделать, будучи бандитом, рехаб, где я буду накачивать их и проводить подпольные бои между наркоманами. Если есть такая... Если есть наркоман, значит, можно использовать. Что-что? Я просто хочу узнать, можно ли мне такое сделать или это будет нарушением? Можно, можно. Можно, да? А как это подписать правильно? Через МИ какие правила отыграть нужно? Не надо оттыкать. А, стоп, у меня вопрос. Это если они будут, получается, драться в подпольных боях, типа как бойцовский клуб, Талер Дерден, и все такое, это будет нарушением правила Фир ДМ? Ну, типа тут будет Фир ДМ или не будет? Будет. А сколько за Фир ДМ дается? Это не фунт правил, это типа нарушил очень много правил. Типа там нету, потому что там просто поэтину писат. Нет, а вот правила Фир ДМ. Фир ДМ, оно типа что делает? Мне просто сказали, что то, что я хочу отыграть, это будет нарушением Фир ДМа. И получается, а что оно с собой подразумевает? Что оно себе представляет правила? Что нельзя делать по этому правилу? Ну, это как вот Фир РП, а человека с оружием нужно бояться. А вот Фир ДМ, что нужно? Бля, бедный ребенок. Какое правило? Фир ДМ, Фир ДМ. Фир ДМ, это когда тебе, ты со Фри Томасовым, а ты упил его? Кто меня за Фри Томасовым, я его типа убиваю. А помимо этого еще что? Фри ТМ, это типа, это значит, ты Терека упил, а Фри, это значит, Фри Томаг. Нет, Фри, это значит, это же бесплатно по-английски. То есть я могу бесплатно деймить? Не, но если ты в своем, то не путь. Убери, пожалуйста, лишнего человека, да? Это мешает очень сильно. Ты молодец. Так, что, я могу этот, рехаб открыть, да, где будут на реке драться? Да, 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 да. А хочешь со мной отыграть постройку? Давай, я выключу отмельмод. И с тобой смешу. Не, нормально, он такой, он добряк, булка просто, вот. А как тебя зовут? А, я Витя. Витя, пойдем, только там взламывать ничего не нужно, у нас же бизнес легальный, законно все. После мой, не было опытных политиков. А, так мог бы стать обычным. Зато я без Витя 100 опыт. Витек, не дергайся, я сейчас с тебя добавлю дверь. Витек, я тебя добавил, покупай. Смотри, надо платать. Смотри, Витя, платать дверь, ты платаешь. Не, так все, у тебя есть дверь, все, я тебя добавил. Отойди, я застройку сделаю. Сейчас посмотрим, сейчас все спутит. Так, только близко не подходи, там пропы могут не заспавлиться. А сколько ему лет? Витек, а сколько тебе лет? Восемь. Мне ничего, это нормально. Восемь тебе? Ничего себе. Ты прям здоровяк уже. Давай, сейчас, сейчас. Сейчас, погодь. А-а-а-а. Давай. Я просто кипады расставляю. Да еб. Витя в заперти остался, вашу мать. Тут одного телека не есть. Уф, блин. Не гибайте. Не гибайте. Витек, Витек, Витек. Я не знаю. Витек. Восемь тебя не со стой арестовали. И стою. Стой на месте. Витек. Ты видел, какой красивый свет там? Куда Витек пропал? Я не пойму, он заигрался опять, что ли? Сейчас я ему позвоню. А, он сам звонит. Нашел. Алло, Витек, а ты где? Я вот возле того дома. А, вот я тут. Я тут. О, отлично. Стой. Так, ну смотри, я тебе сейчас дам, если что, пароли. Вот на эту, получается, дверцу. Смотри, только никому не говори. Я тут никому больше не доверяю. Мы же вместе делаем бизнес. А, известно. Отлично. Да. Смотри, пароль 8765. Опа, 88. Нет, нет, 8765. А, вот здесь. 8765. О, молоток, молоток открыл. Смотри, на воротах такой же, такой же пароль на воротах. Ну, а я тебе сделаю кнопочку. Ну, сегодня четыре салпы. Там сидит всяпый тур, у меня четыре салпы. Чего, чего, чего? А куда он? Четыре жалобы или что? Или что он сказал? Да-да-да, четыре жалобы. А, он типа разобрать хочет, ты ля. Да, он вообще молодец. Не, ну он реально булка просто. Витек разбирает одну за другой жалобу. Он щелкает их просто как семечки. Ты посмотри по чату. Фердм или что-то? Как его? Фердм. Он и этого уже разобрал жалобу. Подожди, Кась. А что он? Ты не ту команду сделал. А что он за команду вписал? Да. Ты что, ты ему там отдельную админку какую-то, да, поставил? А, что? Ты ему отдельную админку какую-то поставил? Нет. У него просто какие-то свои, у него свои команды, свои формы бана какие-то. Бах. Сет, бах. Можешь мне вернуть уже, пожалуйста? А он же, он же не забанил никого. Я бы тыси. Закуй жалобу, пожалуйста. Я понял, как он жалобы разбирает, блядь. Ну, те жалобы, где не нужно баны выдавать, он разбирает вполне себе. Удаляй, нахуй, эту хуйню. Удаляй свой скейт, вот, ушел, удаляй. Кося, свайс, включу. А, его ку-ку, это, удаляй свой скейт. Не, он и про Ванюш знает, слушай, ну. Может, он просто не совсем правильно пишет. Для восьми лет это, это база. Ну, слушай, ты каким был в восемь лет? Я писал уже, подожди, да я с ранних лет прям писал. Да, меня заставляли писать. Я неправильно написал что-то, меня заново заставляли переписывать. А, комп у меня только ближе к пятнадцати уже появился. Типа скрипач. Так я и есть скрипач. Конечно. Да-да. А че без войса? Правда скрипач, че он такое? Да-да, да-да. Так что, да-да, я не пойму. Он с тобой пришел? Он просто какой-то умственно неполноценный. Он одно только слово знает, да-да. Типа как груд, я есть груд. Ага. Только вот это да-да ходит. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да-да, отдыхай давай. Ну ладно, все, урыл. Здравствуйте, можно с вами поговорить? У тебя лучше только поговорить. Я не разговорчивый особо. Опа. Жаль. А это выгодное предложение. Слушай, а у меня есть тоже выгодное предложение достаточно. Ты можешь ребра подсчитать этому человеку? Не подсчитай. Не подсчитай, сам ты не можешь дать его. Я не пойму. Вот да, вот этот вот в пиджачке повнятнее, говорит. Просто этот что-то мне в хуй мучит, я не понимаю, о чем хочет. Подсчитай ему ребра, я тебе за это быстро ты ждам. Давай. Ха-ха. Не считай. Да. Да, мы-то это все умеем в отличие от тебя, слушай, ты не сомневайся. Да-да. Да-да-да. 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 Много себе позволяешь, пиздеть, для человека, который только одно слово выучил за жизнь. Все, почему вы их? Да-да-да. 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 Все, почему вы их? Пиздец. И что, интересно, много таких тут еще гоняет, ребят? Ну, дай, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. 50 тысяч даю за голову этого долбоеба. Живой, мертвым или мертвым? А чё? Он опять жалобы пошел разбирать. Дай, Витёк, ну ты шо? Вы выглядите тупым. О, круто.